Террористические банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, на самом деле это подрыв целостности государства, и самое главное, это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь. Добрый день, дорогие друзья. Итак, президент Казахстана, пока еще президент Такаев, обратился к странам-участницам Организации договора коллективной безопасности с просьбой ввести войска в Казахстан. Что это за организация? Туда входят Россия, Армения, Белоруссия, сам Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Подписан в 92-м году. Такая ссылается на статью 4 данного договора, где написано, что агрессия против одного из государств, членов ОДКБ, является агрессией против других, и они, соответственно, помогают. Но теперь давайте разбираться. А что такое агрессия-то, собственно говоря? Агрессия, значит, устав Организации огненных наций, которую Россия подписала, и Казахстан тоже, да, предусматривает право государства противодействовать агрессии самостоятельно, либо в порядке коллективной обороны. А вот что такое агрессия определила та же Организация огненных наций? Замечу, по инициативе Советского Союза. И было это в резолюции Генеральной Ассамблеи 1974 года. Сам Советский Союз попросил четко определить, что это такое агрессия. Итак, внимание. Четко написано, агрессия, нападение одного государства на другое государство. Все четко. Теперь возникает вопрос. А кто, собственно, какое государство напало на Казахстан? Опять замечу, что еще вчера господин Песков, пресс-секретарь Путина, что сказал? Что события в Казахстане – это внутреннее дело Казахстана, нечего там туда вмешиваться и так далее. Теперь вдруг мы слышим прямо противоположные вещи. А что, собственно, с тех пор изменилось, мне непонятно. Такаев, который сначала обживал свой народ хулиганьем, теперь говорит, что на него, на Такаева, напали банды террористов, подготовленных в других странах. Супер. Точнее, ничего хорошего, конечно. В каких странах? В Казахстане, в принципе, больше всего границы с Российской Федерацией. Это что, Такаев намекает, что банды от нас, что ли, пришли? Вряд ли, да? Дальше самая большая граница с Китаем. Ну, пусть Такаев расскажет тогда, как Китай готовил, посылал вот эти вот все банды. Тоже не катит, да? Дальше это Туркмения, Киргизия и Узбекистан. Что, вот оттуда эти банды, что ли, пришли? Я хочу сказать, что волнения начались, как, кстати, в 2011 году в Казахстане, на крайнем западе республики Мангисталовской области, Актау, бывший Шевченко. Ну, извините, бандам, чтобы пройти, я не знаю, с Киргизии или с Китая, но надо несколько тысяч километров как-то проковылять каким-то образом, понимаете? Пусть Такаев все это расскажет. Пока нет абсолютно никаких данных, это подтверждающих. И, наконец, как раз сам характер волнений в Казахстане, бессистемность, то, что никто как бы за них не берет на себя ответственность, что не выдвигаются централизованно какие-то требования, как раз свидетельствует о том, что какого-то центра у этих волнений нет. Причем опять тот же самый Такаев, что вчера говорил, что виноваты в волнениях правительства Казахстана, которое приняло необдуманное решение повышение в два раза цен на жижный газ, там моторное топливо, кстати, для Запада, в основном только Казахстану, оно характерно. Чего-то возникает вопрос, значит, какие-то банды были подготовлены в других странах и дожидались решения правительства Казахстана, что ли? То есть эти банды, они что, как-то связаны с правительством, которое назначил сам Такаев? Ну, всем, по-моему, очевиден, это маразм полный. Естественно, что в этих случаях ввод войск ОДКБ на территории Казахстана абсолютно незаконный, потому что факты агрессии другого государства против Казахстана пока не установлены. И мы, как россияне, которые нашу армию содержат и посылают туда своих сыновей, но обязаны, наверное, об этом знать. Второе. Решение о посылке войск Российской Федерации за границу по любому поводу принимает только Совет Федерации. То есть Совет Федерации должен собраться в этом случае. Если вдруг принято будет неправильное, на мой взгляд, решение о посылке войск, он должен собраться в Совет Федерации на заседание и дать президенту полномочия на ввод войск. Замечу, так было в марте 2014 года, когда обострил ситуацию на Украине. Собирался Совет Федерации, давал разрешение на ввод войск на определенное время это разрешение. Потом он опять-таки собирался и говорил, что все, необходимость отпала, мы это разрешение отзываем. Где все это? Пока этого не видно. Без этого, вот без решения Совета Федерации, без четкого доказательства, что речь идет об агрессии другой иностранной державы против Казахстана, ввод российских войск в Казахстан, либо самостоятельно, либо в рамках ОДКБ, является незаконным. Я это хочу подчеркнуть. Как с точки зрения российской конституции, так и с точки зрения международного правила. Еще хотел бы обратиться все-таки к протестующим и вообще противоборствующим сторонам Казахстана, воздержаться и, естественно, прекратить любые акты насилия, мародерства, порчи имущества, ну и тем более угрозы жизни людям. Левым партиям и организациям Казахстана можно посоветовать создать какой-то координационный орган и выдвинуть какие-то политические требования. Ну какие, например, не войска, не штыки, а только воля народа Казахстана, выраженная в честных, свободных выборах, на мой взгляд, может разгрузить эту ситуацию. То есть, еще раз говорю, Акаев должен уйти, по-моему, да? Нейтральный орган, например, Верховный суд Казахстана или еще кто-то, должны взять на себя временную власть, организовать честные, свободные выборы для того, чтобы народ Казахстана без иностранных штыков сам определил, чего он хочет. И в этом случае, конечно, Россия могла бы оказать, например, или другие страны какое-то техническое, консультативное содействие для проведения этих выборов. Ну, наконец, последнее. Как историк. В 20-х годах 19 века только что оправившись от революции Франция решила подавить революцию в соседней стране, в Испании. Туда были отправлены войска, революция была подавлена. И Бомарше тогда изрек гениальную фразу, обращенную к французским солдатам. Когда домой вернемся, в те цепи попадем, что мы себе на горе в Испании куем. Я думаю, что россиянам следует об этом помнить. Редактор субтитров А.Семкин